Здравствуйте, дорогие друзья мои, любители живописи. Мы вас очень рады приветствовать в Центре современного искусства Аурум в Одессе. Февраль месяц, 2020 год. Мы продолжаем находиться как будто бы в мастерской Великого Рембрандта. Опять у нас 8 часов для того, чтобы написать теперь эсфирь. Она девушку Исаака, который хочет ее взять в жены. Она еврейская невеста, которая должна продлить его род. И вот мы уже написали в прошлый раз 8 часов, работали над портретом Исаака. Нам позировал Николай, и вот сзади меня есть этот портрет. Мы попробовали это сделать. Я надеюсь, что хоть немножко зацепили технику Рембрандта. И мы сегодня попытаемся обобщить эти два портрета. Сначала графическим образом попробуем познакомиться с нашей натурщицей Лилечкой, которая будет позировать вот эту еврейскую невесту. И видите, сколько золотых одежд, и красных, и золотых одежд мы ей придумали для того, чтобы хоть чуть-чуть попасть в то время, 16-15 век, когда невест одевали не в белое, как сейчас, а в золотое, красное. И золото было одним из главных в цвете одежды, в украшении короны. И вот помните, да, вот эту работу, которая примерно мы хотим вот так вот сделать свою работу. Но нам еще и нравится вот эта работа, эсфирь, оман и апоксимет, так? И вот мы хотим соединить несколько. И опять же, а одежда нам нравится, красная, у блудного сына, у отца, да, вот эта накидка его, такая английская красная, просто раскрашенная. Да, мы будем соединять немножко, микс делать из героев Рембрандта, а на самом деле мы будем рисовать живого человека, который является парой. Лилия и Николай – это пара влюбленных наших одесских любимых друзей, которые создают, ну, создают, ну, как ситуацию инь-янь, да, мужская, женская энергия. И хорошо, что есть такие люди, которые и умеют позировать, и соглашаются позировать, и в то же время не боятся показать отношения друг к другу, да, нежные отношения человека к человеку. И вот сегодня нам надо будет, познакомившись немножко с Лилииным образом, графически, да, потом взять и подписать к этому портрету Николая, подписать Лилин портрет. И наша задача не только золотом и красным навьючить эти два образа, а соединить их в духовном соединении друг с другом. Вот это очень важно. Вы знаете, что портрет – одно из самых трудных, да, в искусстве, потому что там надо показать в портрете не только похожесть, красоту человека, но и его внутреннее состояние, да, кто он такой, и какой посыл он нам посылает для того, чтобы, как бы, высматривать на нас из портрета, да. А вдруг это портреты продержатся столетия, пятисотлетия, тысячелетия. Смотря, как мы постараемся. Если мы сможем сделать, вот, как бы, парный портрет, да, пары, да, которые имеют друг к другу отношение какое-то, да, любви друг к другу, и все это зальем еще золотом и пурпуровым цветом, считайте, что мы поступили хорошо в ученики к Рембранту ван Рейну. А себе сейчас представьте, что вы находитесь в его мастерской и действуете по его законам. Мы с Володей будем вам немножко подсказывать, да, как мы действуем, потому что мы давно уже у Рембранта в мастерской. Мы и в натюрморте давно обливаем это все золотом, и вас учим эти кадмиевые капельки ставить. И вот сейчас с нами сегодня Танечка Богомолкина, наша звезда, да, и наша лучшая художница, которая уже стала профессионалом, и у нее работы такие красивые получаются, что у нас просто мороз по коже идет от счастья. И вот Оксаночка, она только второй раз пришла на портретный класс, но она долго училась в нашей школе. Ну и Владимир Ильичев, который... Волочка, ну дай покажи мне своего, как ты написал. Вот дай мне, пожалуйста, я в прошлый раз не показала, а мне хочется показать, как Владимир сделал Исаака. Вот посмотрите, он по-своему... Вот мой портрет Исаака с той стороны, да, а вот Владимир как сделал, посмотрите. Он шел послушно по законам светотени Рембранта. Посмотрите, какая у него рука, да, конструктивная. Посмотрите, какое лицо, да, по-мужски сделано, рубленное. И я вас уверяю, что когда сейчас вот этот Исаак будет смотреть на свою эсфирь, да, то есть не эсфирь, а как... Как же звали? Исаак и Ребекка. На Ребекку будет смотреть, так? А она будет смотреть вглубь себя. Я напоминаю, что нам надо два человеческих чувства показать. Он ее оберегает и защищает. С той стороны еще рука его будет немножко, потом Коля допозирует, так? Обнимает как свою собственность, как свою половинку, так? Она позволяет себя любить и внутрь себя заглядывает, как... Сейчас скажу, как продолжительница рода Исаака. Понимаете? Вот нам надо вот эти чувства человеческие показать. Если мы сможем это сделать, ну, хотя бы немного попробуем, да, прикоснуться к тому, что делал Рембрандт. Ведь Рембрандт, он был гением, он это знал, потому что он шел к совершенству от одного своего полотна к другому, от одного к другому. Взлеты, падения, денежные — это ерунда. Люди вокруг него — ерунда. Он все делал внутри себя. Он отталкивался от предыдущей своей работы, и каждую последующую он делал все лучше и лучшее, и богоноснее, и цветонаполнительнее, и духовнее. Его последние работы, конечно, вот это «Возвращение блудного сына» и «Портрет поэта» — это просто что-то мистическое и что-то такое духовное сродни иконе, да. Он уже не рисовал внешнюю форму у человека, он рисовал его внутреннее свечение. Давайте попробуем хотя бы немножко сделать это свечение. Но опять же через его правила. Давайте немного сейчас вот все уже наши студенты, и Владимир, и Татьяна начали делать графику, и мы сейчас с вами немножечко с Лилечкой познакомимся. Мне надо взять свои очки.